Это заблуждение, что российские войска аннексировали Крым. Российские войска ничего не аннексировали. Не буду скрывать. Но Крым сейчас обозначен на карте России, как рисовали раньше в школах. Сейчас это часть России. Аннексия это или возвращение? Какое слово нужно использовать? Если вы позволите мне закончить фразу, то мне кажется, будет понятно, что я имею в виду. Ну так вот, российские войска находились в Крыму в соответствии с международным договором о наличии там российской военной базы. И российские войска действительно помогли жителям Крыма провести референдум о своей а. независимости и б. о желании присоединиться к Российской Федерации. И никто не имеет права отказать этим людям в том, чтобы они реализовали право, предусмотренное статьей 1 Устава Объединенных Наций. Право нации на самоопределение. То есть, Крым вы не вернете? Крым ваш? Это вы хотите сказать? А вот у нас интервью, оно предполагает короткие вопросы, короткие ответы. Но если вы наберетесь терпения и дадите мне одну минуту, я в течение минуты скажу, как мы это видим. А видим мы это следующим образом. Что произошло? Крым в соответствии с войной изъявлением людей, которые живут на этой территории, является частью Российской Федерации, субъектом России. И знаете, чтобы было понятно совсем и совсем откровенно. Вот мы вели диалог с нашими партнерами, и с европейцами, и с американцами, повторяю еще раз, исключительно дипломатическими мирными средствами. Нам ответили на вот эти наши попытки вести диалог таким способом и договориться о приемлемых решениях, нам ответили поддержкой государственного антиконституционного переворота на Украине. И дальше у нас не было никаких гарантий в том, что Украина завтра не станет частью Североатлантического военного блока. Североатлантического военного блока. В этих условиях позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда, в какой-то международный военный альянс, при том, что сами жители Крыма хотят быть частью России, извините меня, по-другому мы просто поступить не могли. Мы бы, наоборот, очень бы хотели, чтобы Украина и ощущала себя суверенным государством. Ведь вхождение в любые военные блоки, в любые такие жесткие интеграционные объединения означают потерю известной степени суверенитета. Но если страна выбирает такой путь и хочет потерять часть своей суверенитета и ее дело, но когда мы говорим об Украине и о военных блоках, то, конечно, нас это не может не беспокоить. Потому что в этом случае, если, скажем, Украина присоединяется к НАТО, инфраструктура военная вплотную подходит к российским границам. И мы не можем быть к этому безразличными. Нужно понимать, в чем причина и суть кризиса. Так вот, суть вот как раз в этом нельзя нигде, а особенно на постсоветском пространстве, где не сложившиеся еще государственные структуры приводить к власти какие бы то ни было политические силы с помощью вооруженного переворота, антиконституционного. Вот когда это произошло, то часть людей это признала и порадовалась, а часть людей, скажем, на востоке и юге Украины с этим не хочет смириться. И нужно вести переговоры с теми людьми, которые не приняли этого переворота. А не посылать к ним танки, как вы об этом сказали. И не расстреливать мирных граждан с самолета, нанося ракетно-бомбовые удары по мирным объектам. Но, господин президент, в США и в Белом доме утверждают, что существуют доказательства того, что Россия вмешалась в ситуацию на Украине, направляла туда свои вооруженные формирования и поставляла оружие. У них есть доказательства. Вы верите в это? Если у них есть доказательства, то пусть они их представят. Мы видели, весь мир видел, как госсекретарь Соединенных Штатов демонстрировал в Совбезии доказательства того, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, помахивая пробиркой с каким-то стиральным порошком. В конце концов, войска Соединенных Штатов вошли в Ирак, повесили Саддама Хусейна, а потом выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет. Поэтому, вы знаете, говорить это одно, а иметь доказательства это совершенно другое. Я вам еще раз говорю, никаких вооруженных сил, российских, никаких... То есть, американцы сейчас врут? Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже. На юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Вы не хотите присоединить Украину? И вы никогда не пытались дестабилизировать там ситуацию? Нет. Мы этим никогда не занимались и не занимаемся. И украинским властям сегодняшним нужно наладить диалог со своим собственным населением. И не с помощью оружия, танков, самолетов и вертолетов, а с помощью переговорного процесса. Был конфликт, возник конфликт на основе того, что украинский бывший президент отказался подписывать соглашение с Евросоюзом об ассоциации. И Россия занимала по этому вопросу определенную позицию. Мы считали, что в том виде, в котором предлагался этот документ, его подписывают действительно нецелесообразно. И это нанесет в том числе России определенный экономический ущерб. Имею в виду, что у нас с Украиной 390 различных экономических соглашений. И Украина является членом зоны свободной торговли в рамках СНГ. И мы не могли в таком же режиме, как с членом зоны свободной торговли, дальше поддерживать с Украиной экономические отношения. И мы об этом говорили и спорили с нашими европейскими партнерами. Вместо того, чтобы продолжать с нами этот спор легитимными, дипломатическими средствами, наши европейские друзья и друзья из Соединенных Штатов поддержали антиконституционный вооруженный захват власти. Вот что произошло. Мы не создавали этого кризиса. Мы были противниками такого развития событий. Но после того, как произошел антиконституционный переворот, надо это признать в конце концов. Но сейчас царит напряженная атмосфера. И на этом фоне вы будете в Нормандии говорить о мире, а Барак Обама в то же время говорит о том, что Европе нужно вооружаться. Замечательно. Надо всегда говорить о мире. Нужно понимать, в чем причина и суть кризиса. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.